РТШ Мы такими ускоренными темпами пытаемся максимально, чтобы ребята сыгрались, дать им какую-то общую информацию, общие идеи какие-то предложить, чтобы это произошло быстрее. На тренировках отрабатываются разные варианты. Быстрые атаки с контроля или перехвата, финты, обыгрыш один в один, удары, отбор мяча, стремительные атаки – все это важные моменты в новом игровом почерке РТШ. В любом случае будем придерживаться контроля мяча по ситуации техпрессинг, ожидания ошибки соперника на их половине поля, быстро забирать мяч и переходить в атаку, в контратаку и, собственно, забивать голы. Нынешний состав РТШ слит из двух частей. В первой – большая группа воспитанников омского футбола. На флангах действуют Артур Шлейрмахер и Олег Тарабанов. В защите – Александр Керпс. Реальный шанс заиграть в основе получили молодые футболисты – Арман Маркосян и Владислав Левин. Александр Ильич хороший тренер, потому что, как бы, понятно, конкуренция есть, но он доверяет, как бы, при любой возможности. Есть все шансы, как бы, все так просто не может быть. Нужно через конкуренцию стараться. И при любой возможности, если выпадет шанс, буду его использовать. Вторая группа – новые игроки. Два опытных защитника – Артем Пасько и Антон Куксин. Пара вратарей – Руслан Юнусов и Нодарий Кочелава. Полузащитник – Владислав Павлюченко. Нападающий – Кирилл Макеев. Вновь прибывшие футболисты стараются как можно быстрее наладить взаимодействие с партнерами. Привыкаем друг к другу. Провели хорошие сборы. Много игр было. Хорошее есть взаимодействие у нас. В принципе, каждый понимает, куда давать, куда бежать. Поэтому смотрим только с позитивом на будущее игры. Первые матчи первенства Иртыш проведет на домашнем поле в манеже спорткомплекса «Красная звезда». 20 июля соперником нашей команды будет «Зенит» Ижевск, а 23-го мячи сыграют с клубом «Амкар Пермь». Продолжение следует...